все события которые сейчас происходят ну касательно именно каких-то там наказаний и репрессий они очень предсказуемы и то есть грубо говоря мы когда видим что кто-то высказался мы понимаем о ну ближайшее время новость о его увольнении никого не удивит и по сути со мной было также то есть в принципе я изначально когда выбрала вот метод там способ высказывать свои мысли я понимала о том что он привлечет за собой последствия наверное то что мы с ними не согласны их не знаю обижает злит пугает и думаю что в нынешней ситуации это скорее скорее навсегда получается что я уволена из как бы центра фристайла я не работник министерства спорта больше я не спортсмен инструктор но я спортсмен любитель грубо говоря спортсмен учащийся то есть но это так так называется вот случае тренировок без какого-то заработка но у меня заработок был в районе 3000 рублей вот ну и сейчас получается что я ничего из этого не буду получать то есть там и стипендии и зарплата но теперь мне лишают всего потому что ты не можешь получать стипендию не будучи работником я не могу участвовать соревнованиях за границей потому что государство не будет финансировать мои выезды и мое участие в них поэтому но только если я буду это делать своими силами но к сожалению я не нахожусь в той ситуации когда могу себе позволить какой-то длительный срок не зарабатывать денег потому что сейчас нашей семье получается что работать будет и только мама мама у меня педагог и если бы я была там чуть помоложе там лет 16 и мне не нужно было бы вода вы и семье помогаете себя содержать то этот вариант у меня абсолютно устраивал вот но в данной ситуации да к сожалению получается что времени на это уходит очень много потому что иначе не добиться никаких результатов и ну то есть ну получается что это как бы до работа без заработка мы пригласили юристы нашего центра на собрании и вот с ним уже обсуждали ну как бы как лучше и что лучше сделать вот ну и пришли к мнению что учитывая нынешнюю ситуацию вот эти все забастовки и вот подобные жесты они ни к чему не приводят потому что ну по сути всем плевать на нас вот если образно и поэтому в этом нет никакого смысла то есть просто пришли к выводу что это проще делать там через какие-то международные олимпийские комитеты с помощью писем вот поэтому скорее это подобный путь выбран был у меня летом у отца случился инсульт и он к сожалению ну стал инвалидом у него отключила всю левую половину тела то есть руку и ногу вот сейчас он уже находится на реабилитации то есть сейчас лежит в 11 больнице там занимается лечебными физкультурами и процедурами какими возможно потому что у него еще летом после инсульта через месяц случился там сердечные какие-то проблемы и ему еще поставили электрокардиостимулятор на сердце в общем он там за лето просто нацеплял на себя болячек и то есть он не может большое количество процедур делать получается что восстановление тоже очень ограничено из-за того что вот еще у него в организме вот этот кардиостимулятор стоит и он сейчас потихонечку и на реабилитации находится уже начинает немножко ходить палочкой вот поэтому да к сожалению он тоже сейчас не в состоянии работать и по моему ему не присвоена как бы инвалидность потому что насколько я знаю она там только через полгода присваивается после заболевания то есть он не сказать чтобы сейчас там как-то в курсе всех событий которые происходят но в целом да он как бы понимал мою ситуацию но отец меня всегда поддерживал всегда в любой ситуации говорит что ты молодец я тебя поддерживаю я считаю что ты права вот поэтому я думаю что он меня поймет на самом деле мы с ней еще не разговаривали на эту тему я как-то не захотела ее по собственной инициативе заводить я просто уверена что она уже наверное что-то видела в сми наверное вот и но она конечно за меня переживает она немножко посерьезнее к этому всему относится но она человек уже такой взрослый ей там тяжелее тяжелее все это воспринимать ну так легко и так просто как мне поэтому ну конечно она за меня переживает волнуется и и явно вот эта вся ситуация не радует но если честно нет мне почему-то кажется что вот быть тренером особенно в нашем виде спорта это ну такая очень большая ответственность и я если честно но мне было бы страшно наверное на себя вот ее взять и ну еще плюс момент такой что это работа с детками и это тоже такая специфика я не уверена что вот ну готова к работе с детьми потому что я себя вот с маленькими детьми не очень комфортно чувствую я даже не знаю кому вот из нас в ситуации больше неловкой там детям или мне если там вдруг выпадала какая-то возможность там с ними общаться поменять мнение точно нет замолчать тоже наверное вряд ли потому что ну даже сейчас вот проскакивала мысль в голове что да возможно томми что ну что если бы я говорила меньше и то ничего бы этого не было но мне кажется что на самом деле в нашей ситуации это необходимо особенно если у тебя есть хоть малейший какой-то шанс о том что тебя услышат ну я конечно не могу сказать что мой голос важен просто вот у меня была возможность его высказать и мой вот он разлетелся чуть пошире и мне кажется да это тоже важно учитывая что мы коммуницируем там и с ребятами из других команд и с иностранцами мне кажется эта информация просто должна все возможные способы находить чтобы как-то распространяться как можно шире я думаю что на их взгляд мы предатели вот поэтому получается что вряд ли они захотят там снова нас как-то использовать хотя опять же они как я понимаю они уверены в том что всегда есть кем заменить всегда есть кто-то кого можно найти на замену вот я думаю что не в первую очередь вот этой мысли руководствуется то есть найти кого-то делающего то же самое и при этом молчащего и они не думают о том что будет потом о том что будет потом со спортом что будет потом с культурой нашей им это не важно им сейчас важно чтобы как можно больше людей там не знаю до замолчала не высказывала позиции чтобы как-то там люди отчаялись и перестали бороться и вот они такими способами пытаются это делать и в случае если они этого добьются я я не знаю как они планируют пара не планируют ли они вообще к этим сферам потом жизни возвращаться как ты нужны ли они ним в целом потому что ну сложно сказать ну я я не знаю просто вот правда нас николай вчера сказал о том что фраза что сейчас все действует по принципу что после нас хоть потоп что люди просто как будто выжигают все что могут просто уничтожают все тянут за собой поэтому на самом деле это просто абсурд потому что есть такое чувство что чтобы сейчас люди не делали это все ну я про власть это все больше их закапывает и все больше превозносит тех людей с которыми они там пытаются какие-то манипуляции проводить потому что лена там стала и символом там и протестов и национальным там героем грубо говоря а люди которые это совершили я не я не на самом деле не знаю чего они добивались опять же но на на людей это наоборот оказало такое очень влияние в какой-то степени положительное потому что люди стали и вправду больше активности проявлять особенно спортсмены я знаю даже некоторых людей которые в курсе людей которые вот находятся сейчас там где-то на кресте на и они туда хотят грубо говоря ну понятное дело что в шутку потому что там есть возможность пообщаться потому что по сути вся интеллигенции и все интересные люди сейчас находится там вот ну это сейчас уже грубо говоря спустя время когда все эти вопросы с насилием вот именно в таких местах уже поугасли немного хотя как я понимаю тоже не совсем начинаешь к этому как-то спокойнее относиться когда слышишь истории людей которые говорят что их там не трогали ну грубо говоря они били и не было какого-то там жестокого к ним отношения то у меня такое чувство что это просто как что-то вроде пунктика который вот для галочки там кто-то может ну вот пройти кто-то нет и я к этому как-то спокойно отношусь потому что сейчас понимаю что учитывая количество людей которые через это прошли то есть ты будешь не первым не последним и это не необычно это не какая-то особенность это просто вот как я даже не знаю как это называть какой-то ритуал протест на самом деле у меня не ну не часто получается то есть я не была на всех акциях опять же из-за ситуации с отцом и из-за того что там нужна помощь но в целом это да мне кажется такая очень очень важная для нас сейчас всех процедуры потому что ты там на протяжении всей недели думаешь о том что возможно что-то угасает где-то что-то у тебя там начинает там концу недели грубо говоря какое-то там чуть ли не отчаяние одолевать а потом ты воскресенье выходишь видишь сколько народу что они вот и из недели в неделю просто уже на протяжении месяцев не ленятся и проявляют вот все возможные способы активности и ты понимаешь что то есть это я как понимаю у людей власти сейчас главная цель это показать что протесты сдуваются что люди уже не такие активные что все потихонечку смиряются но те у кого есть глаза могут видеть что это абсолютно не так и каждое воскресенье народ беларуси это показывает поэтому мне кажется это важно и по возможности конечно да у меня нет ощущения что процессы сдуваются мне кажется что наоборот те люди которым требовалось больше времени на то чтобы стать более смелыми вот у них как раз есть это время и они там видят последствия тем не менее все равно потихонечку приближаются к тому чтобы там активно выражать свою позицию и вот вливаться в этот коллектив активных людей поэтому я не могу сказать что там это прям жертва была зря ну это сложно назвать жертвой люди на самом деле страдают и там и физические какие-то и физическое насилие было и поэтому увольнение это мелочь по сравнению с тем что происходит у нас в стране поэтому мне сложно назвать это жертвой вот но я в любом случае думаю в принципе такая позиция по жизни что ничего не бывает зря поэтому чтобы не было и как бы события не разворачивались и я точно знаю что это было не зря ну на самом деле я знаю спортсменов которые вроде как и участвовали в подобных мероприятиях и освещали это в соцсетях и ну это был не один человек то есть такие есть но наверное просто вот так половина общества наверное не считает это таким нужным потому что они чувствуют поддержку вот эту свыше и понимает что наверное в этих выходах нет такой необходимости по сути нет необходимости кому-то что-то доказывать потому что грубо говоря но учитывая там голосование их услышали их голос там был засчитан и ну как бы они продолжают себе жить в том ритме и в той стране по сути в которой они жили там и до выборов поэтому я наверное и мы и нет необходимости там вот быть настолько активными пытаться что-то кому-то доказать потому что у той половины общества как бы все желания по сути сбылись нет я слава богу его не подписывала но я его видела и на самом деле пункты там некоторые просто ну просто смех потому что если я не ошибаюсь формулировки но опять же я могу ошибаться пункт про гимны там звучит вплоть до того что нужно знать слова и музыкальную раскладку и как то так и я просто даже не поняла это мы по нотам должны его распевать в смысле прям по нотам грубо говоря в нотной тетради в случае проверки там записывать но просто это на самом деле смешно и в этот принудительный какой-то патриотизм по моему еще больше людей от этого отворачивает при том что по сути гимн беларуси мне кажется нынешний ну каждый знает он же так часто играет то есть в принципе если меня сейчас просят его и то есть это не та проблема которую там нужно пунктом в контракте прописывать но это просто смешно вот у меня не вызывает никакой агрессии там красный зеленый флаг поэтому и мне кажется что это все просто какие-то такие нюансы которые вот необходимы вот эти мелочи даже просто элементарно как у нас сейчас идет это непонятно и просто смешная борьба перерисовки заборов и перекрашивание там граффити перекрывание вечные вот эти но это же просто смешно это же просто если бы власть так не реагировала на каждый белый красный белый флаг если бы они там просто не кидались как собаки на каждое граффити там стремясь поскорее его закрасить это бы не вызывало у людей такое желание рисовать просто эти флаги на каждом углу там на каждом люке на каждом знаке дорожном потому что мне кажется что флаги там гимны это ни на что не влияет тут же как бы борьба идет не за флаг по сути не за смену национальной символике это просто как одна из ну один из пунктов такой и я не думаю что он точнее это очевидно что он не основной если не брать людей которые просто в силу возраста там не имеет возможности там или способности там каких-то пользоваться теми информационными ресурсами которыми мы сейчас пользуемся то есть я их не беру как бы в расчет потому что но это люди которые к сожалению ну и вправду кроме телевизора больше никакого источника информации не имеют тут сложно говорить а если просто брать людей которые вот понимают все что происходит это мне кажется возраст никак не влияет я думаю что это больше ну больше какие-то черты характера человеческие даже если брать там сферу спорта и молодых много молчит и взрослых много молчит и в то же время даже вот глядя просто элементарно на мирные марши которые проходят мы можем видеть там людей абсолютно разного возраста поэтому я думаю что это ну возраст это не тот критерий по которому стоит судить там сложность проявления своей какой-то позиции это больше наверное ну какой-то вот человеческий фактор для меня на самом деле саша высказал свое мнение о происходящем у нас стране и я думаю что не только она видела но и вся страна видела этот процесс который идет и то что она действительно смело высказала это возмутило но все руководство какое там может быть которая рядом действительно сказать что вы спортсмены так уже для вас вообще все делается все есть мы не говорили о том что нам что-то не хватает и саша она сказала именно то что она почувствовала и ничего антиконституционного там не было в езко но он такой человек то есть и меня на самом деле это очень приятно удивило потому что ну раньше сейчас такая такое время когда люди проявляют свои самые сильные качества и в то же время и самые слабые тоже то есть мы вот именно сейчас можем посмотреть кто есть кто вот и поэтому но он меня на самом деле в этой ситуации очень приятно удивил я как бы и до этого им всегда восхищалась но сейчас это все еще просто стало сильнее и мое ну мое вот это вот восхищение стало крепче потому что он он доказывает то что он и правда сильный человек спортсменов которые высказывают свою позицию очень часто осуждают о том что за то что государство вас финансировала а вы теперь ему вот вот такие вот такие козни строите грубо говоря но мне кажется что очень глупо то есть даже при условии что тебя финансировали и тебе помогали закрывать глаза на происходящее то есть очень односторонний очень однобокий взгляд получается на ситуацию что вот со мной поступали хорошо на остальных мне плевать то есть то что с остальными поступают плохо это меня уже не касается и даже плевать на то что грубо говоря это один и тот же человек я вот к этим нападкам в стиле тебя кормили тебя содержали а ты вот такое говоришь как бы для меня это немного странно на самом деле у нас получается что с государством бартер потому что они нам помогают как-то добиваться каких-то своих спортивных целей в то время как эти спортивные цели в какой-то степени просвещаются страну плюс я вот тоже опять же хочу еще обратить внимание что мы не хило жертвуем своим здоровьем на это все то есть для многих спорт это что-то вроде там какого-то развлечения вышел попрыгал счастливый там особенно вот ну некоторые люди это видят как ты еще получил вдобавок кучу денег и вы все легко и просто но нужно же понимать что это как бы долгий и тернистый путь и это не все так не все так легко как выглядит по телевизору до недавнего времени моей мечтой было выиграть олимпийские игры в связи с последними событиями очень как-то меняется вообще и взгляд и вот ну и на происходящее смысле на на спортивную карьеру на спорт в целом вот поэтому сейчас мне кажется у меня мечта чтобы у меня папа поскорее выздоровел вот такая ближайшая какие-то дальние планы строить я пока что не могу и не в состоянии я думаю каждый из нас ну пока что нет наверное пока что пока что мне еще просто наверное вот хочется подождать каких-то изменений попробовать побороться за свое место в команде попробовать какими-то способами решить этот вопрос вот поэтому пока что я не готова прям просто взять выбросить все свои мечты на помойку закончится спортом и там не знаю и устроиться на обычную повседневную там ну а обычную работу вот поэтому но у меня просто почему-то чувство что все будет хорошо вот такое пока что она вам не живет и наверное благодаря ему мне как-то спокойнее на все это реагировать